Добрый день, глубокожаемые коллеги. Разрешите поблагодарить за возможность выступления перед вами. Я расскажу, может, даже не лекции, а не сообщения о судьбе одного пациента. Это был первый пациент, который у нас получал афлиберцепт, примере заболевания статического рака толстой кишки в рамках протокола научного исследования. Пациент довольно отягощенным анамнезом, пациент 58 лет, заболевание восходящего отдела ободочной кишки. Изначально, как обычно, мы имеем дело с распространенной болезнью Т4, Н2М1 с неоперабельным, белобарным и множественными метастазами в печени. И обратите внимание на сопутствующую патологию. Через месяц после того, как ему поставили диагноз, у него случился второй инфаркт. Ему поставили стенд и назначили соответствующее лечение. Кроме того, у пациента была артериальная гипертензия в анамнезе. Он находился на постоянном приеме ингибиторов АПФ, и это, в принципе, давало ему возможность контролировать свое давление на уровне 140 и 90 и ниже. Ряд других побочных заболеваний, так скажем, по сравнению с нашим. И явление хронической почечной недостаточности. То есть постоянно мы видели уровень креатинина в крови на уровне 130-140. И вот такой пациент сначала обратился в хирургический стационар, где ему выполнили правостороннюю гемиколоктомию. Гистологически обнаружили умеренно дифференцированную аденокарциному. Мутационный статус еще в 2012 году мы смотрели только Киерас. Был дикий тип. Уже ретроспективно мы посмотрели, что у этого пациента был дикий тип трех генов. И Киерас, и НРАС, и Бейраф. И также хирурги, как обычно, когда идет такая легкая ситуация, решили сами провести ксилокс. Провели 8 курсов. Максимальным эффектом стабилизация. Скажу, что пациент прекрасно перенес этот режим. Не было значимой токсичности. Но, к сожалению, при первом обследовании после окончания этого индукционного этапа, по сути дела, лечения, он запрогрессировал. Опять же, только по печени. И вот в этот момент уже хирурги решили послать пациента к нам. Пациент пришел к нам в хорошем соматическом статусе, кок-кок. Показатели функции печени были прекрасны. Практически все показатели прогностические, которые применяются при раке толстой кишки и метастатическом, также у пациента были хороши. У пациента было поражение только одного органа метастазами, только печени. Адевантной химиотерапии не было, потому что метастазы у него возникли синхронные, были выявлены синхронно с первичной опухолью. И пациент не получал бево-тузумаб первой линии лечения. По УЗИ, так как это обычная наша клиническая практика, а исследование было, по сути, оценки токсичности на большой популяции больных, ни к КОМКТ, роли вообще речи не шло. И, как и обычно, у всех пациентов смотрим по рентгену легких, рентген органов грудной клетки и УЗИ. И в этом случае мы также сделали УЗИ, подтвердив том, что имеется выраженное белобарное поражение печени, очаги до 3,5 см. Практически во всех сегментах печень увеличена. А от предшествующего лечения оксалия плотином нам досталось еще явление, по сути, портальной гипертензии, увеличенной селезенкой. Но, тем не менее, если вспомнить ту предикторную модель, о которой прекрасно говорила Елена Владимировна, обратите внимание, это пациенты, с которыми не получали адевантную терапию, то есть у них не было быстрого прогрессирования адевантной терапии. Вот это статус функциональный ЭКОК, а это количество органов, пораженных метастазами. Вот наш пациент, который имеет только один орган поражения метастазами, ЭКОК-0, вот относился именно к этой небольшой группе больных, которые имеют наибольший выигрыш от афлиберцепта во второй линии лечения при комбинации с фолферией. И то же самое по бевоцезумабу. Вы, наверное, обратили внимание из предыдущей лекции, что графики выживаемости у больных, которые не получали бевоцезумаб, все-таки расходятся лучше, чем графики, которые получали бевоцезумаб. Статистически данный фактор не влиял на эффект афлиберцепта, но в то же время, если пациент не получал бевоцезумаб на первой линии, эффект афлиберцепта был все-таки более выражен. То есть пациент прекрасно имел большие шансы ответить на афлиберцепт, и мы начали с удовольствием лечить его. Классическая схема фолферии и добавление афлиберцепта в дозе 4 мг на 1 кг. Все хорошо, но сразу после первого курса у нас появилась артериальная гипертензия третьей степени. Почему сразу третьей степени, хотя давление, например, у пациента было всего 150,90 мм тутного столба. А потому, что пациент уже находился на антигипертензивной терапии, и нам пришлось изменять ее. А изменение любой предшествующей антигипертензивной терапии автоматически пациенты перевозят имеющую артериальную гипертензию третьей степени. Почему возникает артериальная гипертензия при антиангиогенном воздействии? Точных механизмов, как всегда, в медицине неизвестны. Однако, можно четко сказать, что ранен ангиотензийного альдесторонного системы не задействована, адренергическая система не действует, то есть это не является причиной возникновения артериальной гипертензии. И также было выявлено, что изменение уровня свободного ВИДЖФ в крови, который блокируется в большинстве антиангиогенных препаратов, которые применяются при ракетозе кишки, не коррелирует с развитием артериальной гипертензии. Однако, было замечено, что на антиангиогенном воздействии возникает так называемая дисфункция эндотелиоцитов, в результате чего нарушается выработка оксида азота. Это то вещество, которое позволяет расширять сосуды, то есть снимать сосудистый спазм. Кроме того, происходит изменение сосудистой плотности. Она становится в меньшей степени выраженной на фоне антиангиогенного лечения. Также изменяется и проницаемость сосудов. Все это приводит к повышению системного сопротивления сосудов и повышенному внутрисосудистому объему. Тем самым есть какие-то предпосылки патофизиологические возникновения артериальной гипертензии. И что делать? Если посмотреть на исследование Велюр, о том, когда возникает артериальная гипертензия на флеберцепте, обратите внимание, что вот они, первые 3-4 курса. И, соответственно, наш пациент на первом курсе испытал эти явления. Особенно это актуально у пациентов, которые имеются в анамнезе артериальной гипертензии. Они получают уже антиангиогенные препараты. Поэтому основная рекомендация – это контроль давления уже с первого курса. Просить пациента вести дневники, смотреть эти дневники, как себя вело давление у него, например, дома, когда он приходит на второй курс. И, соответственно, очень быстро реагировать на эти изменения давления, чтобы вовремя давление нормализовывать. Особенно мы знаем, у пациента был отягощенный кардиологический анамнез. Как действовать? Если у вас артериальная гипертензия первой степени возникла на антиангиогенной терапии, начинаете антигипертензивную терапию, регулярно контролируете артериальное давление, дозу флиберцепта не меняете, также не откладываете следующий курс, то есть спокойно лечите. Если у пациента тяжелая форма артериальной гипертензии, злокачественное течение в виде гипертонических кризов, либо же повышение давления, сопровождающейся неврологической симптоматикой, какими-то транзиторными нарушениями, здесь, конечно же, вы отменяете какое-либо лечение антиангиогенной терапией. А вот в промежуточных случаях, вторая и третья степень, как в нашей ситуации, когда нам потребовалось изменение схемы антигипертензивного воздействия, в данном случае мы должны изменить антигипертензивную терапию, дождаться нормализации давления, если это произошло в течение двух недель, и это был первый эпизод, как в нашем случае, то следующий курс вы успели к началу следующему курса давление нормализовать, проводите в полных дозах антиангиогенный препарат, в данном случае афлиберцепт. Если бы это был второй эпизод уже, в данном случае вы снижаете дозу афлиберцепта после нормализации давления. Если же эта ситуация такова, что вы в течение двух недель не нормализовали давление у пациента, то пропускайте введение флиберцепта, проводите только химиотерапию и смотрите, к следующему курсу произошла нормализация давления или нет. Если произошла, уменьшаете дозу флиберцепта и вводите. Если не произошла, отменяете флиберцепта. Второй, третий, четвертый курс прошли спокойно у пациента. Мы проводили в полных дозах, давление купировано. Однако после четвертого курса снова артериальная гипертензия. И нам пришлось уже дважды менять агипертензивную терапию. Мы заменили блокатор кальциевых каналов на бета-блокатор. Это не помогло. В дальнейшем мы присоединили уже диуретики. Еще все равно рискнули и добавили блокатор кальциевых каналов. А сочетание бета-блокаторов и ингибиторов кальциевых каналов, конечно, не очень хорошее для пациентов в отдаленной перспективе. Но, тем не менее, именно эта схема, наконец, позволила нам нормализовать лечение. И в данном случае здесь уже был путь такой, что это был второй эпизод артериальной гипертензии. И нам, соответственно, на следующем курсе пришлось снижать дозу афлиберцепта. Кроме того, после четвертого курса мы увидели пациента протеинурию. Почему возникает протеинурия? Да потому что ВИИ-ДЖФ очень важен для работы клубочкового аппарата почек. Мы, блокируя ВИИ-ДЖФ, тем самым нарушаем ее работу. Белок не фильтруется, он проходит в мощу. Протеинурию, смотрите, очень просто. Спокойно смотреть тест-полоской. Один, два плюса, ничего страшного. Спокойно продолжаете афлиберцепт. Если вы увидели три плюса на полосочке, вы можете продолжить афлиберцепт, но только после того, как соберете суточную мочу и посмотрите, сколько же там в суточном моче белка. Если это менее двух грамм, спокойно проводите афлиберцепт по расписанию. Если более двух грамм, то приостанавливаете афлиберцепт и ждете нормализации суточного уровня белка. В случае же, если тяжелый нефротический синдром возникает, вы можете заподозрить, если сочетание с гипоальбуминамии или микроангиопатия почек, когда вы увидите сочетание эритроцитов в моче и белка, то в этом случае нужно прекращать введение афлиберцепта. В данном случае у нас был один плюс, и мы спокойно продолжили афлиберцепт, но учитывая то, что было повышение второй раз явления артериальной гипертензии третьей степени, мы дозу афлиберцепта уменьшили. Провели пятый курс лечения. На пятом курсе были лишь кровотечения первой степени, которые не требовали нам ничего делать. Мы видим из исследований велюр, как эти явления также к пятому курсу повторно возрастают, если возникают. Отмена антиангогенной терапии может быть только если кровотечение третьей-четвертой степени. Ну и, наконец, завершающий курс, шестой курс лечения. Мы проводим и сталкиваемся с диареей. Благо диарея хоть и третьей степени, но она довольно быстро оккупировалась эмодиумом. И если посмотреть, мы лишь просто снизили дозы химиопрепаратов, провели афлиберцепт 2 мг на килограмм, и однодозовый уровень снизили лечение. Здесь представлена схема введения больных с диареей. Скажу, что после седьмого курса снова диарея третьей степени, но она уже была рефрактерна к эмодиумам. Нам пришлось подключать актероитит и смекту. И запланировали второе снижение доз химиопрепаратов у этого больного. Здесь, конечно же, не буду на этом останавливаться. Слайды вы можете посмотреть, они везде доступны. После восьмого курса снова диарея третьей степени. Здесь уже мы решили больного, грубо говоря, не мучить. Отменили химиотерапию и оставили его на девятый-десятый курс в либерцептном монорежиме. Все зададут лизонный вопрос, за что такие мучения человеку, чтобы провести восемь курсов такой токсичностью. Да, мы делали промежуточные УЗИ, видели уменьшение проявлений болезни. Однако после восьмого курса мы увидели по УЗИ полный эффект. Полностью ушли очаги. Хотя было действительно белобарное выраженное поражение. Мы нашли хирургов за два курса, девятый-десятый, когда пациент получал только фриберцепт. Мы уже обследовали, делали МРТ, другие необходимые исследования. И нашли хирургов с активной, так сказать, жизненной позицией, которые нам выполнили оперативное лечение. И что дало пациенту шесть месяцев без прогрессивной выживаемости. Он шесть месяцев не получал терапию, лечился. И через шесть месяцев возникли уже проявления болезни вновь в печени. Тут мы уже дали классический режим фолферийца, токсимаба. Мы боялись, что снова столкнемся с диареей, однако диареи не было. Что и видно из исследований Велюр, что добавление африберцепта к химиотерапии усиливает токсичность и химиотерапия, в том числе и явление диареи. Там выше частота диареи, нежели в комбинации плацебо. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я вас удовольствием отвечу.